Дорогие земляки, первое, что хочу сказать, спасибо за доверие. Я благодарю каждого, кто пришел вчера на избирательные участки и сделал свой выбор. Этим вы еще раз доказали, что вам не безразлично, какими дальше будут наша страна и наш край, что вы чувствуете свою ответственность, свою личную ответственность за судьбу своих городов и районов, станиц и хуторов, за судьбу своей малой родины. Конечно, для меня ваша поддержка – это огромная ответственность, и я этого не скрываю. Но в первую очередь я воспринимаю ее как аванс. Это значит, что дальше нужно двигаться с еще большим темпом, чем раньше. А главное, что региону нужны изменения. И что проблем у нас с вами еще хватает. Сегодня многие из них обострились. В детских садах и школах не хватает мест. Немало серьезных проблем в здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, нужно дальше развивать сельское хозяйство, благоустраивать города и селы, ремонтировать дороги и увеличивать их пропускную способность, наращивать поддержку малого и среднего бизнеса. Я помню каждый крик и вздох, и поднятую руку в зале, когда мы с вами проводили сходы, когда мы с вами общались, когда смотрели друг к другу глаза в глаза. И я хотел бы, чтобы в дальнейшем общение наше с вами будет продолжаться, был более конструктивный диалог и были реальные изменения в вашей жизни. В нашем богатом крае должны быть созданы все условия, чтобы жителям даже самых отдаленных населенных пунктов жилось благополучно и комфортно. Все это большая работа, которую предстоит делать вместе, не делясь на национальности, политические взгляды и вероисповедания, так как это было всегда на Кубани. Но нам ли бояться трудностей? Нам, чьи предки прошли через гораздо более страшные испытания, чем проходим мы сейчас? От них у нас с вами созидательный дух, от них у нас вера в себя и свои силы, а значит, мы справимся. Верьте в себя, верьте в меня, и тогда все у нас с вами получится. Еще раз спасибо за оказанное доверие. Инаугурация избранного главы Кубани состоится в ближайшее время. До этой церемонии Кондратьев сохранит свои полномочия в качестве исполняющего обязанности губернатора.